Hola chicos! Сегодня мы поговорим про мой клуб испанского. Было очень много вопросов в комментариях, в телеграме, и я решила соорудить что-то такое объемное, чтобы рассказать вам, что же такое клуб испанского, как он проходит и нужен ли он конкретно вам. Ну, начнем с истории, как вообще мне пришла в голову мысль устроить клуб испанского. Я сама, когда изучала язык, мне очень помогло какое-то время именно поработать в клубе испанского, поработать и поучиться, скажем так, потому что я помогала организовывать этот клуб, приглашать людей, рассказывать им о том, зачем вам этот клуб и так далее. И случилось так, что я поехала в Мексику до того, как я пошла в клуб. Я приехала в Мексику на две недели, и стали проявляться такие ситуации, что кто-то не говорит по-английски, и мне приходится какими-то там словами отдельными изъясняться. Либо меня спрашивают просто, чего, ты же вроде 5 лет уже учишь испанский, уже пора говорить. Мне было прям страшно совершить ту самую пресловутую ошибку, что-то не так сказать. Хотя в Мексике очень любят иностранцев, и это наоборот мило, когда вы стараетесь говорить на родном языке людей, которые там живут, и очень не любят тех, кто говорит по-английски, если честно. Вот, поэтому я поняла, что надо учиться, но за две недели, которые я в первый раз побывала в Мексике, мне было, в принципе, сложно влиться в скорость, понимать, что там говорят, например, в объявлениях, или что от меня хотят люди на улице. Я не понимала, потому что, ну, не успевала просто, не было натренировано ухо. Именно поэтому мне в начале пути очень помог именно клуб испанского «Искусственно созданная среда», которая реально помогает сориентироваться, что же там те говорят, переспросить хоть 10 раз, повидать единомышленников, которые тоже изучают язык, и вы как бы в одной ситуации находитесь. Поэтому среда — это, конечно, очень классно, но подготовиться к ней нужно в безопасной такой среде, где вы сможете общаться и с носителями языка, и с людьми, которые уже какое-то время говорят на испанском, ну, и с преподавателем, который бы вас исправлял и давал вам какие-то комментарии, фидбэк на то, как вы говорите, и что стоит повторить, улучшить и так далее. Вот, поэтому мой клуб именно про это. В этом клубе вы как раз-таки и научитесь разговаривать, без проблем описывать какие-то ситуации и формулировать другими словами то, что вы хотели бы сказать. То есть научитесь такой языковой смекалке, не только усовершенствуйте свой язык, конечно же, усовершенствуйте свой словарный запас и грамматику, и скорость восприятия на слух. Короче, сплошные плюсы. Вот, наш клуб проходит онлайн, поэтому вы можете хоть откуда заниматься, это вообще не важно, важно, чтобы вы приходили на занятия, на встречи. У нас есть телеграм-канал, где мы как раз-таки это все обсуждаем. Вы можете перейти по ссылке в описании к этому видео, написать мне в телеграм. Я расскажу вам подробнее об условиях участия в группе, вот, и добавлю вас в наш телеграм-канал, где вы сможете общаться, выбирать темы, задавать какие-то вопросы, если что-то непонятное или смущает. Конечно же, можно комментировать какие-то кейсы из жизни в общении по-испански и так далее, и так далее. Поэтому я жду вас в нашем клубе, вот, если есть вопросы, оставляйте комментарии, если нет вопросов, ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь с тем, кто тоже изучает испанский язык и кому тоже мог бы быть интересен клуб испанского. Адьос!